Добрый день дорогие друзья, вы на канале мода с Vladanna, сегодня я делаю обзор своих платьев, одно вы видите на манекене, второе на мне, они два изготовлены по одной выкройке, этот обзор я делаю по многочисленным просьбам своих подписчиков, первый раз я была в этом платье, когда я делала презентацию своей драпировки зефир, по ссылочке вы можете посмотреть, это очень оригинальная драпировка, не разрезая ткань, эту драпировку можно делать в любом месте изделия и она заслуживает вашего внимания, а второй раз я была в этом платье в моем недавнем видео о деловом костюме асимметричном с галстуком на плече, вы можете также по ссылочке посмотреть и каждый раз в комментариях вы просили меня сделать мастер-класс по этому платью и вот звездный час настал, сегодня это платье я водрузила на манекен, оно сияет, переливается, это мое теплое платье, можно сказать зимнее, а на мне летнее платье, мое любимое и не только мое, но и моих детей и внуков, они всегда рады меня видеть в этом платье, детки любят это платье за его такой оригинальный принт, за такой чудесный рисунок с детскими картинками и надписи мама, в ателье мои швеи назвали это платье мамочка, таким нежным названием и я в нем себя очень душевно ощущаю, мне в нем легко и за счет его такого вот свободного оригинального кроя и за счет этого чудесного рисунка, вы наверное помните, этот рисунок появился в коллекции дольче габбана, поэтому он быстро завоевал признание в мире и мне тоже захотелось с таким принтом сделать себе платье, в поддержку этого оригинального принта я добавила на платье такой вот декор, разноцветная отделка, желтым, зеленым и сиреневым цветом, внизу прошлась по платью, отделка этими яркими кантами, ну и вот такое у меня чудесное платье получилось, разница между этими двумя платьями в том, что здесь у меня оно сниспадает в свободном таком вот объеме, все вытачки как бы раскрыты вниз платья, то этот объем на этом платье мне захотелось забрать в такую складу, вот он прекрасно собирается, складу, выходящую на грудь и на вот эту мою деталь на плече, вот вы видите вот этот элемент, направление этой склады я зафиксировала двумя пуговичками, ну и соответственно я сделала бахрому на рукавчике и по низу моего платья и как всегда при оригинальном изделии максимально простой крой, вот вы видите здесь один шов со стороны летучей мыши, вот этот шов, а с этой стороны у меня сгиб ткани, вытачек у нас нет на спине и нет вытачек по переду, вот вы видите один шов, в этом шве я разместила карманчик, вот он мой карманчик, он у меня цельнокройно выкраивался, здесь этот шов заканчивается таким оригинальным разрезом, а с этой стороны у меня спинка без плечевого шва цельнокройно переходит вот в этот уголочек, который закрепляется нашей горловинкой по переду подрезом, вот таким очаровательным бантиком, на этом платье, а на этом зашито и пришиты две пуговички здесь у меня вшивной рукавчик с этой стороны, а с этой стороны рукав цельнокройная мышь помимо того, что без плечевого шва, но тут еще и с цельнокройной второй слой обтачкой этого уголка это вы сейчас также на моей схеме выкройки увидите, а эта платьица у меня полностью обработана подкладкой то есть максимально просто, с одним швом покроила и два слоя, верхний слой ткани и подкладка и все это обработано, вывернула, пришила пуговицы, сделала бахрому и платье готово подкладка у меня доходит до до моего разреза, очень удобное платье, опять же, любимое, проверенное, оно вам понравится, шейте, носите и получайте удовольствие, сейчас мы с вами разберемся на выкройке со всеми нюансами моей такой оригинальной мамочки, сделаем схему с размерами, вы сразу все поймете, насколько просто можно это платье изготовить, мы это платье отшивали в разных вариантах, здесь и в каждом варианте оно по-новому звучит, здесь вы видите ткань шанель, принтованный софт, делали платье из тонкого льна и оно приобретает такой стиль боха, поэтому вариации могут быть различные этой выкройки, приступаем к схеме моего чудесного платья под названием таким же чудесным мамочка, ось симметрия, эта ось проходит по сгибу моей ткани, ширина ткани 1,5 метра, соответственно в сгибе 75 сантиметров, вы уже видите, прорисовывается рукав мой, вот эта вот линия это бок, а это под прямым углом это низ с разрезом на боку моего платья, вот как раз рукав и низ и разрез выходят на кромку, на край платья, я сейчас для того чтобы разобраться с горловиной рисую в раскрытом состоянии мою выкройку, то есть я раскрываю ткань на ширину полтора метра, а это у меня линия проходит четко по сгибу, так как у меня верх асимметричный, вот я сейчас зеркально изображаю мой разрез, мой низ платья, вот это рукавчик, вот в этом боковом шве у меня как раз здесь прекрасно выкладывается цельнокроеный карманчик, это перед, вот он, а с этой стороны у меня перед как раз плеча спускается в пройму, это вот наш бок, бок без шва, в этом и прелесть изделия, что нет ни швов сбоку, ни вытачек, мы изображаем мой треугольник, мою спинку на уровне плеча, вот здесь не будет шва, мы не разрезаем, мы сейчас просто намечаем это наше плечо по вашей основе и у меня здесь предусмотрено такое немножко спущенное плечико, такое как японочка и я соединяю со своей проймой, а здесь моя горловинка по спинке, теперь я сюда прикладываю участок переда, вот этот треугольничек, который когда мы сгибаем, он у нас выходит вот в эту часть и фиксируется пуговичкой, но я сейчас не буду рисовать как он складывается, я его изображаю как мы его будем кроить, а также для летнего платья я сразу сделала цельнокройную обтачку этого треугольника и обтачку моей проймы, вот таким образом, вот я прикладывала и продолжала вот этот вот участочек вот сюда, вот так, то есть вот это моя выкройка и размер ее вот конкретно этой выкройки метр двадцать, ширина полтора, но нам необходимо еще сделать рукавчик второй, рукавчик по длине 30 сантиметров и вот этот рукавчик вы можете разместить здесь вот со стороны переда он у меня прямой, не заужается практически и вот такой вот вшивной рукавчик с небольшим повышением вот на спинку, вот в эту часть вот здесь будет вшиваться мой рукавчик, ну это вы уже на себе его место притачивания определите так, чтобы вам было комфортно и удобно, вот моя спинка, мой перед и мой рукавчик, я вам сразу показываю раскладку на ткани, теперь пройдемся по размерам уже на моей выкройке, вот со схемой здесь все понятно, я сразу же буду с выкройки переносить размеры на свою схему, вот вы видите мою рабочую любимую выкройку, уж очень много мы по ней покроили летних платьев для моих клиентов, ну конечно же немного изменяем размеры, но мой размер вы уже наверное знаете 54, рост 1,68 м, вот эта выкройка, она вы видите четко, параллельно к краю моего стола, вот это мой выкройка, это сгиб о симметрии, вот параллельно столу, наш рукавчик также параллельно этому сгибу, то есть вот выкройка чудесно разложилась, вы видите эту линию летучие мышки и такого диагонального расклешенного бока, карманчик разместился, сейчас я вам скажу размер, вот этот размер мой важный, ширина рукавчика 20 сантиметров и вот здесь до разреза у меня получается общий 90 сантиметров, а внизу разрез 1,20 м, вот я и изображаю 20 сантиметров, потом 90 и общий метр двадцать, а здесь соответственно 30 сантиметров мой разрез, но вы можете длину добавлять, если вы хотите платье подлиннее в стиле боха из однотонной ткани, пожалуйста, можно добавить длину, можно вывести эту линию, немножко изменить, поэтому это уже вариации индивидуально, но вот конкретно в данном случае длина рукавчика зависит от ширины ткани, но опять же вы можете дополнительно вырезать манжет и пришить манжеты на наши рукавчики, если хотите их удлинить, это основа от которой вы можете отталкиваться, теперь давайте я вам еще привяжу карманчик в высоту, начинается на высоте 40 сантиметров, вот от моего плеча вот эта высота 40 сантиметров, теперь ширина для меня, вот от проймы и до моего бока вот здесь 54 сантиметра, то есть вот от этого места 54 сантиметра, теперь я вот вам хочу показать вот этот мой оригинальный крой, вот цельнокройный участок, вот здесь вы видите, это спинка, вот если мы убираем, это перед, на спинке у меня вот моя горловина, вот она, вот если мы сгибаем этот треугольничек, то у нас от этой линии вот начинается плечо и оно выкладывается вот таким образом, но опять же вы должны вносить корректировки по вашей основе, то есть ваш уклон плеча, у кого-то прямые, у кого-то под своим индивидуальным уклоном, поэтому это уже корректируйте, подставляя вашу основу в мою идею, ну и здесь вот я дала обтачку, вот вы видите обтачка, второй слой этого треугольничка, чтобы он у нас был аккуратно обработан со сгибом, сгиб как раз проходит по линии горловины, а шов у нас выходит на нашу пройму, вот я выкладываю, вот как раз у меня возможность таким образом аккуратненько обработать мою пройму, сейчас я вам скажу общую длину моего треугольника, давайте наверное привяжу к плечу, вот здесь мой треугольничек 50 сантиметров, вот если от этой точки до уголка, вот здесь у меня 50 сантиметров, по плечу 19 сантиметров, вот этот участок 19 сантиметров, ну а вот эта вот линия она уже опять же индивидуально вырезалась, я вырезала и посмотрела, чтобы мне было комфортно, чтобы мне здесь не сильно открывалось, не зажимало, поэтому вот линия точка от нашей проймы от низа и до плеча, тут вы уже можете ее больше прогнуть, меньше прогнуть, прямее, то есть опять же уже индивидуально, ну вот конструкция, все понятно на схеме, все просто, немножко нужно будет поработать с плечом, может быть даже макетным способом на себе, перед тем как раскраивать ткань, вот верхнюю часть проверить на макете рекомендую, длина моего рукавчика пришивного 30 сантиметров, а ширина, сейчас я вам скажу, и ширина его тоже 30 сантиметров, на ткани шанель я делала бахрому по рукавчику и по разрезу и по низу платья, ее было очень удобно делать и просто, потому что здесь все перпендикулярно, а на летнем платье минимально я подвернула низ и по краю настрочила декоративную отделку, яркую тесьму в характере своего рисунка, своего принта, просто, но оригинально, разобрали мы с вами подробно мою выкройку, я думаю, что у вас без труда получится адаптировать ее под свой размер, давайте, дерзайте, вот вы видите еще дополнительно нюанс, рукавчик мой приходит как раз вот здесь вот, где и треугольничек сходит с плеча в одну точку, то есть образуя вот здесь такой уголок, поэтому рукав пришивается вот до места пересечения с моим треугольничком, но треугольничек вы можете опять же выводить ниже, на одну пуговичку, можно ровнее вывести и пряжку, то есть здесь можно вообще это все пришить, это опять же индивидуально, вот мой рукавчик, все удобно для лета, нигде меня ничто не ограничивает, пишите комментарии, а также делитесь своими фотографиями на моих страничках в фейсбуке, меня просто порой удивляет, насколько быстро появляются фотографии, ваш фотоотчет, сегодня вышло видео, а завтра уже фотография с вашим платьем, поэтому вы большие молодцы, дерзайте, мне очень приятно, а также не забывайте подписываться на мой канал и нажимайте на колокольчик, это даст возможность вам не пропустить мое следующее видео, до новых встреч дорогие друзья на моем канале Мода с Владаной, всего вам доброго, пока-пока!